Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Факельное шествие, бессмертный полк и солдатская каша, как Анапа отметит 72-ю годовщину Великой Победы. Чистый бизнес. Анапские предприниматели убирают курортные территории. Вперёд из песни или «Как выдувают медь» – Анапский школьный духовой оркестр готовится к параду на 9 мая. Она поготовится к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия пройдут 9 мая. В 10 часов на главной площади курорта состоится парад войск. Там же пройдёт общегородская патриотическая акция шествия «Бессмертный полк». Принять участие в которой может любой родственник фронтовика. Для этого необходимо изготовить портрет ветерана в формате А4. Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться у русских ворот в 9.30 и проследует по театральной площади. Там же в 11 часов начнётся праздничный концерт в честь Дня Победы. А в сквере Гудович в это время развернутся интерактивные площадки и полевая кухня. Завершит мероприятие концерт «Бал Победы» и праздничный салют в 20 часов на театральной площади. А накануне 8 мая в 20.30 в сквере боевой славы зажжётся огонь памяти. Это традиционная патриотическая акция, когда анапчане зажигают тысячи свечей в память о героях, не вернувшихся с войны. По силе эмоционального восприятия это одно из самых запоминающихся мероприятий в честь Дня Победы. Огонь памяти пронесут по центральным улицам до морского порта. Там состоит и церемония возложения бескозырки и венка на воду. От лица молодёжи города воинской славы приглашаем вас посетить торжественное мероприятие, посвящённое 72-й годовщине Великой Победы. С 1 по 9 мая будет проходить акция «Георгиевская лента». 8 мая будет проходить факельное шествие в сквере боевой славы. 9 мая весь день будут проходить различные торжественные, развлекательные мероприятия, посвящённые этому знаменательному празднику. Песня из Анапы прозвучит в канун Дня Победы в музее на поклонной горе в Москве. Её написала семья, живущая в городе-курорте, вдохновлённая книгой местного краеведа. Песня про послевоенную Анапу. Её исполняет Надежда Кривошеева, творческий псевдоним «Струнка». В городе-курорте она живёт 6 лет. Семья приехала из Омска. Мама поэтесса прочитала книгу краеведа Валерия Валиева «Город воинской славы». Как говорит исполнительница, прониклась атмосферой памятных мест, почувствовала дух времени. Стихи родились за считанные часы. Музыку написал муж, профессиональный музыкант. Песня стала лауреатом патриотического проекта. 8 мая Надежда исполнит её на концерте, который пройдёт в Москве в музее на поклонной горе. Это прорыв. Я чувствую, что гордость, во-первых, что поеду на поклонную гору выступать. Хочется побывать в Москве на 9 мая, в этот великий праздник. И, конечно, представлять Анапу не только как город-курорт замечательно, но и как город воинской славы. Песня написана в ритме танго. Это практически сразу адресует к послевоенным годам. Можно сказать, что она выдержана в стилистике того времени. С этим согласен и Василий Кулькин. В те годы было написано много лирических песен. Они звучали в перерывах между боями или изнуряющими рабочими сменами. Это надо поблагодарить вот этого, кто её, эту песню, ну, так сказать, дал ей жизнь. А содержание отличное, ничего не скажешь. Вот, если она, будучи на поклонной горе, значит, с таким ещё, ну, надо сказать, как это, такой тоже смелостью, что ли. У нас тут как-то всё стеснялось. А более смелее должно получиться хорошо. Валерий Валиев передал Надежде Кривошеевой книги об истории Анапы для передачи в музей на поклонной горе. Свои экземпляры получили юные разведчики, а также дети, которые правильно ответили на вопросы о героях, совершивших подвиг на анапской земле. Вероятнее всего, что со временем появятся новые песни про события тех лет. Внимание, пешеход. Отдел ДПС и ГИБДД по городу Анапы проводит профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По последним данным, количество таких аварий возросло. Всего за 4 месяца в Анапе зарегистрировано 40 ДТП, в которых 8 человек погибли и 40 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аварий в целом стало меньше, но увеличилось количество погибших и чаще всего это пешеходы. На сегодняшний день по вине пешеходов зарегистрированы 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили ранения. В том году было всего лишь 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых ни один человек не погиб и 2 получили ранения. Но еще на фоне этого у нас произошел рост ДТП, не рост ДТП, а вид таких дорожно-транспортных происшествий, как наезд на детей, несовершеннолетних, детей до 16 лет. Таких у нас 3 ДТП произошло, и они также все были, получили 3 человека ранения, и они также все были пешеходами. Это одному ребенку 15 лет, другому ребенку 9 лет и 8 лет. Одна из этих детей, 8-летняя девочка, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Авария случилась в минувшую пятницу на улице Северная. По предварительным данным, за рулем приоры сидел 16-летний подросток. Как утверждают очевидцы, прежде чем сбить ребенка, несовершеннолетний водитель выехал на полосу встречного движения, а после аварии он попытался скрыться с места ДТП. Но его, по словам свидетелей, догнали очевидца до приезда полиции. Сейчас эти показания проверяют правоохранительные органы, ведутся следственные действия. Анапские полицейские принимают все меры для снижения аварийности. Но так или иначе, безопасность на дорогах в большей степени зависит от самих участников дорожного движения. Самое главное нам довести до граждан, для водителей, для пешеходов, для родителей пешеходов, детей. Тем более в преддверии курортного сезона, в преддверии летних каникул, в преддверии то, что дети будут находиться на улице без присмотра взрослым, желательно, чтобы этих вещей не допускать и в дальнейшем. Хочу попросить автомобилистам и пешеходам быть внимательным на проезжей части. Цветы дворцовых парков приходят на Анапские улицы и лужайки у санаториев благодаря современным технологиям выращивания рассады в акционерном обществе «Зеленстрой». Старший прораб участка декоративного садоводства Андрей Коваленко показал, какие успехи делает предприятие в деле озеленения города современным посадочным материалом. В теплицах акционерного общества «Зеленстрой» в эти дни жарко и в прямом, и в переносном смысле. Идет массовая закупка рассады, цветов пансионатами, городские улицы и аллеи парков ждут обновленных посадок. Так что этот процесс, как сбор урожая, вызывает неизменное чувство гордости за результаты. В этом году впервые не надо было сеянцы пропалывать от сорняка. Сменили грунты на обычный российский торф, который иностранцы, кстати, считают самым шикарным материалом для рассады. Результат восхитил. Растения ровные, мощные, крепкие. Обеспечена и высокая всхожесть семян. Посмотрите, какая бегония, например. Поменяли грунты, немножко пересмотрели основу, из чего получается цветок. Плюс достали качественные семена. К сожалению, русских семян пока таких не можно найти, нельзя вернее найти. И приходится пользоваться импортными семенами. Но они дают результат. Все это вместе, в совокупности, получается вот такая бегония. Зеленстрой гордится работой выпускника Кубанского государственного университета. Андрей Александрович – рачительный и думающий хозяин. Он любит экспериментировать, поэтому в теплицах зеленстроя появляются новые технологии. А на улицах города новые растения. Вот эти скоро украсят сквер вдоль велосипедной дорожки, где весь май будет продолжаться озеленение. Эти деревья и кустарники тоже переедут на постоянное место к велодорожке. Каждая из них – редкой породы, обладает яркими декоративными свойствами. И чтобы вырастить такое, селекционерам пришлось немало потрудиться. Специалисты зеленстроя привносят в зеленое оформление города новый и своеобразный наряд. Предприниматели перед курортным сезоном всерьез взялись за уборку набережной с помощью современной техники и надеются, что их начинание поддержат все, кто занимается бизнесом в Анапе. Они считают, что сегодня это важно, потому что растет конкуренция между российскими курортами. Кроме того, жителям, да и им самим будет приятно прогуляться по приятному городу. Вода под давлением. Технология не нова. Брать, доделать. Таким образом почти полностью отбивается втопленная жевательная резинка. Настоящий бич до эстетики тротуарной плитки. На самом деле грязи оказывается много даже там, где формально вроде бы чисто. Мы снимаем сначала большой слой, проходим, а потом уже начисто выходим. Это не хитрость, просто надо хотеть. Желание. Да, было бы желание, можно и сделать. Сегодня моют лестницу. До этого основательно прошлись по набережной вдоль парка «30-летие Победы». Работы ведутся силами предпринимателей, а также, как говорят они сами, друзей и единомышленников. Сегодня в проекте участвуют более 10 бизнесменов. Постепенно присоединяются другие владельцы магазинов и кафе. По их словам, качественная уборка требует немалых затрат. Мы это понимаем. Но мы понимаем, что даже за нами следует весь город, как и раньше вымывали. И пусть моют каждое предприятие, каждый пансионат, и озеленение, и обрезки, и заканчивая всего. Если мы сегодня это не сделаем, завтра мы потеряли это. Вы понимаете это? Мы потеряем его. На носу Крым растет, есть другие города. В ближайшее время планируется начать аналогичную работу в самом парке «Победы». Но организаторам хотелось бы, чтобы со временем к инициативе присоединилась большая часть анапских бизнесменов. Вот уже шестой год на базе гимназиеврика работает детский духовой оркестр, постоянный участник городских мероприятий. Это стало возможным благодаря руководителю оркестра, талантливому педагогу-музыканту Валерию Струкову. Мало кто верил, что ему удастся создать такой музыкальный коллектив, но он упорно шел к своей цели. Сейчас в школьном духовом оркестре занимаются уже несколько десятков человек от 6 до 15 лет. На одной из репетиций юных трубачей побывали наши корреспонденты. Духовой оркестр «Эврики» без преувеличения – гордость и визитная карточка гимназии. Уже несколько лет гимназисты на первомайской демонстрации гордо шагают под свой собственный аккомпанемент. Принимают участие в параде 9 мая и других городских мероприятиях. Руководитель оркестра Валерий Струков очень требовательным к юным музыкантам. Ну и, как они сами признаются, справедлив. Шесть лет назад он переехал в Анапу из Крыма и сразу приступил к реализации своей давней мечты – созданию духового школьного оркестра. Начал сначала, но пока же надо уговорить, надо начать. Это сложная работа. Дети никак… Галина Григорьевна поначалу говорила, да вот, давай инструментальный сделаем и все, ну как это, три гитары и бас. Я говорю, нет, это перспектива никакая. А вот духового оркестра, ну мы, наверное, не найдем. Я говорю, это моя проблема уже. Проблема ваша – помочь в деньгах. Вот купить. Вот мы два тенора купили, два альта купили. Вот. И так пошло-пошло, завязалось. И я скажу, для школы это даже здорово. Самое главное на занятиях – это дисциплина и порядок. Скидку на возраст, успеваемость и достижения Валерий Владимирович не делает никому. Именно за честность, открытость и справедливость гимназисты любят и уважают своего педагога. Ведь в первую очередь он для них старший друг и товарищ. Я занимаюсь у Срукова Валерия Владимировича, самым лучшего человека, который научит всему. Я сначала занимался на инструменте свирель. А потом моя мама встретилась с ним, и он сказал, что мне пора играть на чем-то побольше, например, на саксофоне. Моя мама послушалась его и купила мне. Этот преподаватель привлекает меня тем, что он всегда прямолинейный. Он всегда поможет. Он не учит не только своему предмету, но он учит, как правильно жить. Он что-то советует, он всегда помогает. И обстановка в оркестре творит такая же. То есть у нас все дружат, у нас все общаются, у нас нет никогда никаких войн. У нас все четко, у нас все четко с расписанием. Я с удовольствием хожу на репетиции, это вот правда. Мне очень интересно здесь. Сейчас молодые музыканты готовятся к параду на 9 мая. Изучают новые произведения, оттачивают строевую подготовку на школьном стадионе. Выступление на общегородских площадках – важная и неотъемлемая часть деятельности музыкантов, считает педагог. Моя методика такая, чтобы удержать ребенка, чтобы ребенок ходил, как бы он не был готов, его надо пускать в люди. Я считаю, что каждый коллектив должен выступать. Пусть Шишкин обьет, но он должен выступать. Он смотрит, как другие. Он быстрее растет, мое мнение. А там не знаю. Я смотрю на это все совсем с другой стороны. А самое главное – увлечь, чтобы по дворам не ходили. А по дворам ходить этим ребятам, прямо скажем, некогда. Впереди у них серьезные испытания. Коллектив прошел кастинг на Всероссийский конкурс детских духовых оркестров «Спаская башня детям». Уже в августе школьный духовой оркестр в полном составе отправится покорять Москву. Анапчанка Надежда Павлова, которая пришла в спорт менее года назад, завоевала уже вторую по счету золотую медаль Всероссийской спартакиады подзюдо среди слабовидящих. Ее тренирует Александр Толовский, опытный специалист. Сейчас девушка находится в отпуске и скоро начнет готовиться к международным соревнованиям. Тренировки дважды в день, по два часа, утром и вечером. С прошлого лета Надежда Павлова начала жить в новом ритме. Уже осенью она привезла золото со Всероссийской спартакиады. А сейчас, как говорят спортсмены, оформила дубль. Это очень тяжело, когда ты просто... Вот ты очень волнительно и немножко страшновато, конечно. Выходить снова и снова побеждать. Это просто неповторимое чувство. Деньги на эту поездку выделил депутат горсовета Александр Дмитров. Надежда занимается у тренера Александра Толовского. Он специализируется на работе со слабовидящими. Именно он воспитал чемпиона Европы Анатолия Шевченко. Новую воспитанницу искал целенаправленно. Она целеустремленная, она трудолюбивая. И это добрая. Самые такие качества, что она трудолюбивая. И слушает, доверяет тренеру, делает то, что нужно делать. Мы очень обрадовались, когда встретили такого замечательного тренера, как Александр Александрович. Согласились достаточно быстро. Определенное время ушло, чтобы получить разрешение лечащего врача. Дзюдо для слабовидящих, хоть и адаптированно, но отличие незначительные, так как соперники в процессе поединка находятся в постоянном контакте. Она стала более уверена в себе. Она поднялась духом, стала более такая спортивная. Свои победы Надежда посвящает деду. Мама – главный союзник тренера и источник поддержки на соревнованиях, пока спортсменка отдыхает после состязаний, затем начнет подготовку к европейскому турниру. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «АНАП Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «АНАП Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова